Христос воскресе! Ныне вся исполнившаяся света, да празднует оба вся тварь восстания Христова в Ним же утверждается. Видите? Какое предписывает радость, паче всякой радости, причина которой сам Христос, нашу Пасху, живожертвенную, какая здесь глубина. Живожертвенная, а в другом месте Спасе наш живое и нежертвенное за колени, як и Бог сам себе волею привет ко Отцу с воскресилась и всеродного, а дам воскресе от гроба. Кто из нас, скажите мне, размышляет об этом, кто из нас держит это в уме и в сердце сейчас и думает, как это? Живожертвенная и нежертвенная за колени. А всему этому есть абсолютно точное и определенное и конкретное объяснение. Если мы постигнем, для этого нужно иметь непредвзятый внутренний интерес, этим нельзя заниматься между делом. этим нельзя заниматься между смс-ками, простите за выражение всяким, сообщением, готовкой, едой и прочим. А приходится. Для этого и устранялись отцы пустынники и жены непорочные и уединялись. Им на это жизни не хватало вместить. Ян Дамаскин, автор этого текста, он для этого и ушел, будучи царедворцем, из мира поступил в монастырь. Ради этого иного жития вечного начала, играющий поем виновным. И мы видим, что это не кончается. Вот неделя Жен Мироносец вся посвящена опять распятию, погребению. Распялся, если ради меня безгрешно. Рабодин был в ребрах. Опять погребение. Опять недоумение Иосифа. Как и погребуть, а и теми плащаницами обвию. Те песни воспою твоему исходу щедро. Дорогие братья и сестры, эта радость, ее нельзя искать на земле. Она не смешивается ни с какой земной человеческой радостью. Скажет, ну что ты говоришь, батюшка? Это же, разве на Пасху мы не радуемся и веселимся, откладывая всякую скорбь? Разве пост не отменяется в среду и в пяток? Это так. Но, друзья мои, давайте не будем искать радости в подарках, открытках, поздравлениях, земных всяких послаблениях. Забудем об этом. Будем искать той радости, которая нас не предаст, которая нас не оставит и не бросит. Что это за радость? А ее пойди, дотянись до нее. Мы до нее никогда не дотянемся, но она дотянулась до нас. И надо брать пример, конечно, Сиосифа из Жен Мироносеца. В чем? Скажу вам в чем. В их мужестве и в том, что они совершенно не советовались ни с чем собственным человеческим и земным. И когда мы так вот будем поступать, пренебрегать земной радостью, земной печалью, всем земным. Ради того, чтобы уяснить себе, осмыслить, уяснить себе в душе своей, что это такое нежертвенное заколение. Как это же смерти празднуем умерщвление? Я что, не умру, что ли? Меня не похоронят? Я не могу теперь заболеть? Мне не будут капельницы ставить? И не вынесут ногами вперед? Как это смерти празднуем, не просто предчувствуем, а уже празднуем умерщвление? И новое житие вечного начала. Но ведь празднуем же мы осознаем, что смерть побеждена. Каким образом? Таким образом, что Господь, соединившись с нашей плоти, некоторым таинственным и непостижимым образом, эту власть победы над смертью передает благодатью, веру и крещение через любовь к Нему, которую Он Сам дает Святым всему человеческому роду, и же веровать будет и креститься спасен будет. Каким образом смену? Мы уже сейчас празднуем отмену ее таким, что перестаем ее бояться. Разве что просим, чтобы Господь еще дал время на покаяние, и чтобы не отнимал близких и любимых людей ради того, чтобы еще они побыли с нами. Но сама смерть, мы это уже видим внутренне, играющий поем виновным, себя принявшего в жертву, не имеет власти над душой, то есть ад, вечная погибель, мука, тоска. И ужасы ада, как наказание за преступление Адама, не имеет власти над нами, и больше того, она уничтожена и разорена. Воскресе Христос и не единого Адама, где твоя Адама победа? Дни из ада стеня вопиет. Лучше б мне было, уни мне бяша. Аще бы ростчивость от Марии не приях. Лучше б мне было, если бы я не принимал ростчивость от Марии. Стихира 8-го гласа, Великую Субботу на вечернюю. Да, Господи, Возволь, гласит. То есть сатана не верил, что это Бог, сам, ипостаси, Сына Божия воплощенного. Но не знал в точности, кто это, и поэтому называют его только по-человечески. Рожденным от Марии. Лучше б мне было, если бы я от Марии ростчивость не приехал. Это означает, что Господь вывел из ада, благодаря своей жертвам, живожертвам. А почему не жертвенное закаление? Потому что с нашей стороны никакой жертвы не надо было. Кроме любви, покорности и последованием Ему, взявших крест свой. Потому что этой жертвой отменены все веткозаветные жертвы. Потому что этой жертвой учреждена новая жертва. Бескровная, божественная литургия. Которая есть повторение единожды принесенного в жертву Отцу Небесному. Присно закалается, освещая причащающиеся. Когда мы твоя, твоих тебе приносящих, за всех и за всех. Мы к этой самой жертве, на ее силу, на ее власть. Так сказать, апеллируем к этой жертве. Она таинственно опять совершается, хотя она совершилась единожды. Действительно, это таинственно, это таинство. Вот это таинство, оно сокровенное. И нас к этому таинству влечет, наши души, Дух Святой. Понять. И жизни не хватает понять. Я, например, до конца не понимаю. Но не только я. Все святые не могли до конца понять и уяснить. Поэтому говорили, что мы хотим на Голгофе стоять всю жизнь. Или Феофан Затворный говорит, что там, говорит, в точности неизвестно. В каком смысле? В точности-то как раз известно. Учение православное коротко. А жизнь по нему конца не имеет. Именно по этой причине. И мы таким образом понимаем, чем живут там, на небе, души, спасенных, угодивших Богу. Они беспрерывно, бесконечно приближаются к этой тайне и вместить ее не могут, и тем не менее ее вкушают. И просвещаются все больше и больше, соединяясь с Господом по благодати. Прилепляется к Господе, и един Дух с Господом. И мы должны веровать, что эта тайна в полноте раскроется. И мы все равно не сможем ее вместить. Даже там, даже на небе, где будет Бог всяческая во всех. И в этом будет источник нескончаемой сладости, наслаждения, блаженства. Не так, как на земле человек. Услаждается пищей, и потом присыщается. Или вином упивается, и потом присыщается. Мы знаем, что на земле все хорошо в меру. А там, на небе, это безмерная благодать, которая невозможно будет насытиться. И вот мы имеем залог этой-то благодати уже здесь, на Пасху. И чтобы ее наслаждаться, нельзя ее смешивать ни с чем. Как жены мироносицы, посмотрите, они, если бы советовались с плотью и кровью своей, которую Царство Небесное не наследует, если бы приложились, как говорит апостол, приложились к плоти и крови, то они не смогли бы прийти, как гробу ночью, взяло за утро. Они шли, не знаю, кто отвалит камень от берега, кровь, где бы били зиму. Также и Иосиф, дерзнувший в нити к Пилату. Что же двигало? Жажда исполнения своего долга во Христе. Это у нас есть. У нас есть совесть, которая выправляется любовью ко Христу. И мы, верующие, должны так жить. Именно так. То есть, быть непосредственным перед Богом, угодниками Ему. Не размышлять так, как сейчас, увы и увы, очень многие размышляют. Думают, как поступить, а не думают. А как в этом случае должен поступить верующий человек? Как бы заключая в себя какую-то систему, подобную систему Станиславского на театре. Упаси Бога от этого. Мы должны размышлять, как Жона Мироносица, как Иосиф и Никодима. Как приказывают совесть перед Господом Богом. И поступать, куда она ведет. Что она прикажет. Сейчас и здесь. Не оглядываясь. Не задавая лишних вопросов. Тогда, эта самая радость духовная, она каким-то непостижимым образом нам обеспечена. Мы ее не лишимся. Поэтому будем благонадежны. Ведь все очень просто. И спастись просто, по сути. Только нужно быть мужественным. Христос воскресе! Воистину воскресе! Воистину воскресе, Христос! Аминь! Субтитры создавал DimaTorzok